И в завершении выпуска в Люберцах во второй раз состоялся парад колясок. Его центральным событием стало карнавальное шествие родителей и их малышей, которые принимали участие в конкурсе на самую креативно украшенную коляску. Также гостей праздника ждали различные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Мы все вместе решили смастерить такую интересную поделку под названием «Змей Горыныч», «Змей Добрыныч». Все принимали участие и с большим удовольствием привезли вам показатели. В коляске самой младшей дочки семьи Васильевых не пришлось пылиться в чулане. Теперь это самый настоящий сказочный герой русской народной сказки. Вместе со «Змей Горынычем» на парад пришли и все пятеро детишек семейства. А маленький джиг-воробей Миша обожает пиратов Карибского моря. На мероприятие приплыл на большом корабле вместе со своими старшими морскими волками. Это же пираты, приключения, это очень интересно. Забытые клады, мореплавание. Такие перевоплощения пришлись по душе практически всем участникам парада. Дружной колонной ожившие персонажи из книжек прошагали по торговому центру выходной. И даже появление Деда Мороза со Снегурочкой никого не смутило. Такое холодное в этом году лето. Конечно, праздник должен был быть в парке, но погода. И вот торговый центр выходной нас приютил. И посмотрите, сколько много участников. Такие все творческие люди, такие все творческие семьи. А таких творческих семей на этот раз было 23. По сравнению с прошлым годом, когда парад колясок в Люберцах прошел впервые, участников стало больше. Это и понятно. Что же может объединить семьи сильнее, как несовместная творческая работа? Пожалуй, одна из самых излюбленных тем в этом году – русские народные сказки. Здесь и летучий корабль, и золотая рыбка, и теремок. И сам Емеля собственной персоной прямо в печи. Привет! Сам Емеля, он же Арсений, как и полагается этому сказочному герою, в этот день и ленился, и капризничал, и слазить с печи не хотел. Делали мы где-то месяц, очень старательно, ночами, днями. Но мы боролись, мы старались, мы смогли. Моем, моем, труба чисто, чисто, чисто. Кому, как ни мама, маленьких детей, близки эти знаменитые строки. Семья Кудрявцевых превратила свою коляску в Майдадыра. Я сегодня старшая мочалка, и подчиняюсь Майдадыру. А это главная чума за ребеночек у нас. Люберчане Михно всей семьей перевоплотились в персонажей сказки о царе Салтане. Прокачали не только коляску, но и самокат. Делали все вместе. И мы с мужем клеили, дедушка нам помогал, бабушка платье у нас связала, напекли орешком. В общем, образ продумали весь, да? От начала и до конца. В состав конкурсного жюри вошли представители местной власти и депутатского корпуса, спонсоры проекта, блогеры и, конечно, организаторы парада колясок в Люберцах, сообщества «Мама офлайн». Они уверены, это мероприятие запомнится семьям надолго. В этом году так случилось, что солнышко не хочет нас радовать, но порадуем мы его. Для того, чтобы деткам поучаствовать в этом, потом посмотреть фотографии, увидеть, что родители действительно могут, способны на все самое лучшее ради своих детей. И, как показал конкурс, люберицкие родители действительно могут многое. И за это, как полагается, их оценили по достоинству. Самых оригинальных участников отметили специальными наградами. Обладатели призовых мест искупали в овальцах и подарили многочисленные презенты. А семья Змея Горыныча в скором времени еще и полетит в Турцию. Главный приз достался Васильевым. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.